Самая обычная ситуация. Мужчина встретил женщину, она ему понравилась, и он хочет с ней продолжить знакомство. Представим себе, что женщина после того, как она все скалькулировала и сравнила его с другими возможными кандидатами, пришла к выводу, что этот мужчина подходит на роль того, кто будет ее обеспечивать и решать ее проблемы. И она с этим мужчиной начинает свою игру. А ее игра заключается в том, что она дозирует их общение. Мужчина не может общаться с этой женщиной столько, сколько бы ему хотелось. Она постоянно занята и не может встретиться. У нее все время что-то происходит. То изба покосилась, то пизда покривилась. То есть она внушает мужчине мысль, что каждая встреча с ней для него это как награда, и он эту встречу должен заслужить. Ну, допустим, мужчина оказался упорный, сам себя не очень уважает, свободного времени у него много, и поэтому он продолжает, что называется, добиваться эту женщину. Через какое-то время женщина решает, что клиент уже созрел. То есть мужчина достаточно постарался для того, чтобы женщина могла его осчастливить и согласилась выйти за него замуж. И тут вроде бы казалось хэппи-энд. Жили они вместе долго и счастливо и умерли в один день. Мужчина, наконец, может общаться с этой женщиной столько, сколько захочет. Сбылась мечта идиота. Но вдруг внезапно оказывается, что после того, как они поженились и стали жить вместе, этой женщины стало слишком много в его жизни. И если раньше у мужчины было время для того, чтобы заняться какими-то своими делами, пообщаться с друзьями и так далее, то сейчас все его свободное время занимает эта женщина. Она требует от него постоянно находиться рядом с ней. Или придумывает для него какие-то, как правило, совершенно бессмысленные дела. Но если мужчина не хочет их делать, то она на него демонстративно обижается. И естественно, мужчина очень быстро все это начинает напрягать. Когда мужчина добивался эту женщину, то он рассчитывал на одно. А в итоге получил совершенно другое. Как говорится, счастье было рядом, счастье ебнуло снарядом. В конце 19-го, начале 20-го века у французских проституток был такой таймер для клиентов. Это была свечка, которая горела ровно 7 минут. За 7 минут мужчина успевал сделать все свои дела, а в том случае, если он хотел продолжить, то он покупал еще одну свечку. То есть женщина была нужна мужчине только 7 минут. Ну, в том случае, если у него вдруг оказалась сильная половая конституция, то возможно 14, 21 или 28. Хотя я ни разу не видел человека, который за полчаса может кинуть 4 палки. Поэтому считайте, что за все то время, которое вы проводите с женщиной дольше 7 минут, и при этом ее не трахаете, вы платите ей зря. И проводить с женщиной это время, а уж тем более ей его оплачивать, мне кажется совершенно бессмысленно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...